Существует распространённое мнение, что сахар – вредный продукт, и его переизбыток в рационе может привести к множеству проблем со здоровьем. Этим вопросом всерьёз заинтересовался молодой режиссёр из Голландии. Парень решил провести эксперимент и на месяц отказался от употребления сахара во всех его видах. Но к тем изменениям, которые начали происходить, он совершенно не был готов. Эксперимент проводился под наблюдением врачей. Голландец полностью обследовался и сдал все необходимые анализы. Специалисты не выявили никаких проблем со здоровьем, кроме повышенного холестерина и артериальной гипертензии. В течение месяца в рацион молодого человека входили только несладкие овощи, яйца, мясо и орехи. Кроме того, экспериментатор отказался от любых напитков в пользу обычной воды. Вначале всё шло отлично, но через неделю организм парня начал усиленно сопротивляться введённым ограничениям. Резкое ухудшение физического самочувствия и постоянное чувство голода доктора объяснили снижением привычного уровня сахара в крови, а организм требовал вернуть прежний рацион. Этот период нужно было как-то перетерпеть. На восьмой день парень почувствовал, что становится жутко раздражительным. Особенно тяжело было совладать с собой при виде людей, которые едят всё, что захотят. Но голландец нашёл выход. Чтобы зарядиться энергией и хорошим настроением, он добавил в свой рацион немного сухофруктов. И по окончании второй недели жизнь вернулась в привычный ритм. Тяга к сладкому поутихла. На третьей неделе сладостей тоже не хотелось, зато проснулось желание есть фрукты. Кроме того, теперь, чтобы выспаться, парню требовалось меньшее количество часов сна. Сил стало намного больше. Под конец эксперимента режиссёр уже вообще не ощущал никакого дискомфорта. Рацион, в который входила только здоровая пища, казался теперь абсолютной нормой. Артериальное давление стабилизировалось, а уровень холестерина упал на 8%. Более того, за месяц парень сбросил 6 кг. Неужели сахар действительно так сильно влияет на наше здоровье? Врачи предупреждают, переизбыток данного продукта провоцирует нехватку в организме витамина В1, помогающего поддерживать нормальную работу сердца, а также нервной и пищеварительной систем. Но это далеко не всё. Помимо того, что сахар убивает энергию, снижает активность, провоцирует появление ранних морщин, приводит к развитию кариеса и ухудшает память, он ещё и вызывает наркотическую зависимость. Врачи утверждают, что этот продукт также опасен, как морфин, кокаин и никотин. Его употребление, как и приём наркотиков, провоцирует определённые изменения в мозге. Сладостями люди обычно блокируют гормон стресса, в результате чего у них формируется привычка постоянно заедать свои проблемы. Употребление сладкого также приводит к тому, что организм становится неспособным полностью усваивать кальций. А если организму не достаёт этого вещества, он начинает забирать его из костей и зубов, медленно разрушая их. Кроме того, сахар значительно ухудшает иммунитет. И, конечно, всем известно, что данный продукт из-за своей калорийности приводит к набору веса. Наверняка многие скажут, что, как бы там ни было, сладкое нужно организму, и обойтись без него нельзя. Да, глюкоза как источник энергии нам действительно необходима, но для её получения совсем не обязательно употреблять белый рафинированный сахар. Этот продукт с лёгкостью можно заменить сухофруктами и мёдом. Помните, здоровье человека в его руках, и никто не позаботится о вас лучше, чем вы сами. Друзья, если вам была полезна эта информация, ставьте лайк, пишите свои комментарии и делитесь этим видео со своими друзьями. Всем пока!